В Березняках вновь звучит коммуникативная труба. Жарко и громко прошла минувшая суббота для всех, кто побывал на площади возле ДК Металлургов на краевом фестивале альтернативной музыки. Несколько десятилетий фестиваль гремел на весь Пермский край. Сейчас на наших глазах происходит его возрождение. Главным партнером фестиваля выступила корпорация ВСМПО «Ависма». Приветствую всех участников и гостей сегодняшнего фестиваля. Корпорация ВСМПО «Ависма» поддерживает творческую молодежь и, конечно же, музыкальное направление. Поэтому я хочу сегодня пожелать всем участникам однозначно успешного выступления, но всем гостям хорошего настроения. Впервые в формате фестиваля появились номинации «Хип-хоп, исполнитель» и «Электронная музыка». Первыми на сцену вышли три представителя русского рэпа. Победителем стал наш земляк Роман Дакоста, а по паспорту Роман Лабурец. Жюри отметила его интересную энергетику, отличную подачу и хорошую смысловую нагрузку текстов. Слово, самая главная изюминка фестиваля в том, что группы-участники исполняют музыку собственного сочинения. Ударим по року в номинации «Рок-музыканты». Ритмы, проникающие в душу, наполнили площадь. А вот и наша коллега Алиса Павлова с группой «Ресонг», ранее известной как «Ремейк». В таком составе ребята играют уже на протяжении пяти лет, а вокалистка – настоящая зажигалочка с огромным вокальным опытом. Ей-то уж точно удалось раскачать зрителей. Я, в принципе, с детства кайфую, выступаю. Слава Богу, есть такая возможность на фестивалях, неважно, какие театральные, музыкальные, да хоть танцевальные. То есть, как бы, я люблю вот эту саму атмосферу, атмосферу за кулисей, атмосферу, когда зрители отдают тебе всего себя, и ты просто хочешь сотвориться в них. Это, ну, вот, настоящее, это мой кайф. В прошлом году группа «Алисы» заняла призовое место, а в этом им удалось покорить сердечко одного из спонсоров магазина музыкальных инструментов и получить отдельный спецприз. А победителем в номинации «Рок-музыканты» стали гости из Перми группа «Действуй». Я думаю, в всех номинациях музыканты молодцы, стараются. У них есть определенный уровень. Некоторые ребята, которых я знаю давно, видно, что по уровню растут, прогрессируют. И хотелось бы, чтобы просто больше было мероприятий, потому что для музыканта самое важное, чтобы были площадки. Когда нет площадок, очень тяжело показывать свое творчество. Традиции возрождаются. Это здорово. Для молодежи теперь снова есть возможность раскрыть свои музыкальные таланты на большой сцене, а для зрителей насладиться отличным концертом. Коммуникативная труба объединила не одно поколение березняков. И впереди еще более грандиозные планы.